Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам расчет тестоделительных машин. Расчет включает следующие разделы. Определение производительности тестоделительной машины на основном ассортименте. Расчет рабочего процесса и определение мощности электродвигателя, необходимого для привода машины. В этом видео также рассмотрим особенности расчета рабочего процесса и определения мощности электродвигателя, а также особенности расчета валковых нагнетателей и шнековых нагнетателей при их использовании для создания давления перед головкой тестоделителя. В начале этого видео проведем расчет производительности. В качестве примера для расчета возьмем расчет тестоделительной машины с лопастным нагнетателем, циклограмму которого вы сейчас видите на экране. Производительность тестоделителя следует рассчитывать на обеспечение на загрузки параметрического ряда печей на характерном для них ассортименте с учетом необходимых производственных интервалов и ритма работы линий, в которую входит тестоделитель. В качестве примера определим производительность из условий обеспечения работы туннельных печей с площадью пода от 50 до 100 квадратных метров. При выработке подовых изделий массой от полукилограмма до килограмма. Производительность тестоделительной машины при заданной массе заготовок определим из условий полной загрузки печи в единице в минуту. Формула показана на экране. Расшифровка обозначений формулы. N количество заготовок располагаемых по ширине печи. M количество рядов заготовок располагаемых по длине печи. Тауврё В. Время выпечки. КД коэффициент, учитывающий необходимость периодических остановок делителя. Для наладки регулирования синхронизации работы обычно КД равно 1,15-1,20. Частоту циклов головки барабана НД определим по уравнению, которое вы видите на экране. При этом МД – количество мерных карманов делительной головки. Расчёты по представленным уравнениям приведены в таблице, которую вы видите на экране. На её основании делаем вывод о том, что двухкамерная головка делителя может обеспечить работу печи на указанном ассортименте при НД – 29 циклов в минуту. А для выработки батонов массы полкилограмма необходимо применить сменную трёхкамерную головку, что при данной конструкции делителя легко осуществить. При комплектации тестоделителя с печью с площадью по до 50 квадратных метров необходимо предусмотреть переключение его на 20 циклов. Расчёт необходимо производить на максимальную производительность печи, т.е. обеспечение заготовками печи с площадью по до 100 квадратных метров. Для обеспечения выработки изделий массы полкилограмма при комплектации печи с площадью по до 50 квадратных метров производительность обеспечена двухкамерной головкой при 20 циклах. В этом случае будет происходить максимальная проработка теста в машине, то есть с максимальным коэффициентом обжатия теста. Расчёт рабочего процесса и определение мощности электродвигателя. Эти расчёты в значительной мере зависят от конструкции нагнетателя. На основании теоретического анализа процесса и известных экспериментальных данных для обеспечения рационального режима рабочей камеры делителя принимаются следующие исходные данные, которые вы сейчас видите на экране. Принятый объём рабочей камеры необходимо проверить по величине допустимой удельной работы сжатия А1у с помощью уравнений, представленных на экране. Для определения коэффициента сжатия К1 по графику найдём удельные объёмы В0 и В1 и подставим в уравнение, которое вы сейчас видите на экране и посчитаем его. Значение П0 можно не учитывать из-за балла его величины. Тогда А1у будет равно 7,42 джоуль на килограмм. Величина А1у находится в допустимых пределах для данного типа нагнетателей. Объём камеры сжатия определим по уравнению, которое вы видите на экране. Получим, что В1 равно 5,1 на 10 в минус третьих кубометра. Объём двухмерных камер при Г0 и 1,1 килограмма составит 1,9 на 10 в минус третьих кубометра. Коэффициент обжатия теста определим по уравнению для К4 и он составит 0,18. Кратность обжатия по уравнению будет соответственно равна 5,5. Следовательно, максимальная кратность обжатия К4 штрих равная 5,5 будет соответствовать норме при минимальной массе заготовки. Объём стабилизации определяется в зависимости от принятой конструкции и величины буферного объёма. Полагая В5 равная 0, наилучший вариант организации рабочего процесса в камере, получим, что сумма В2 плюс В3 будет равна 3,2 на 10 в минус третьих кубометра. Величина объёма стабилизации зависит от конструкции нагнетателя и стабилизатора. Она должна обеспечивать возможность нормального заполнения мерных камер и буферного объёма при случайных колебаниях подачи теста и его плотности. Минимальная величина стабилизации давления соответствует К2 штрих одной десятой. Тогда при максимальном объёме заготовок В2 будет равна 19 сотых на 10 в минус третий кубометра. Коэффициент стабилизации К2 35 тысячных. Величину буферного объёма определим по разности. И В3 тогда будет равна 3 умножить на 10 в минус третий кубометра. Коэффициент буферного объёма К3 551 тысячная. Правильность расчётов проверяем по уравнению, которое вы видите на экране. К1 будет равно 0,937 тысячных. Сопоставляя со значением определенным ранее, которое равна 940 тысячных, приходим к выводу, что сходимость является достаточной. Затем производим расчёт затрат энергии на совершение рабочего процесса. Удельная работа сжатия А1Y 7,42 джоуль на килограмм, а работа А1 будет 16,3 джоуля. Работа на преодоление сил сопротивления при перемещении теста в рабочей камере А2 рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране, и составляет 98,1 джоуля. При этом удельная работа А2Y 46,7 джоуля. Работа расходуемая на стабилизацию А3Y 11,4 джоуль на килограмм. Работа расходуемая на привод делительной головки А4 рассчитывается по формуле, представленной на экране. И для её расчёта вначале необходимо определить значение угловой скорости головки, момент инерции головки, момента от преодоления сопротивления теста при повороте головки и угол поворота головки. Тогда А4 будет равна 24 джоуля. А удельная А4Y будет равна 11,4 джоуль на килограмм. Работа А5 расходуемая на возврат теста из рабочей камеры в приёмную воронку равна нулю, поскольку возврата нет. Работа расходуемая на перемещение нагнетателя определим по формуле, представленной на экране. Для того, чтобы определить это значение, вначале нужно рассчитать момент инерции ведомой массы нагнетательного барабана относительно оси вращения, килограмм умножить на квадратный метр, момент барабана и угол перемещения нагнетателя. После определения этих значений находим А6, которая равна 457 джоулей. Работу расходуемую на привод транспортера и мукопосыпателя определяем по уравнению, представленному на слайде. Полагаю, что N7 равна 150 ватт, а та у цикла 2,1 секунды. А7 будет равна 315 джоулей. Выше мы рассчитывали моменты инерции. Важно сделать такое отступление и представить таблицу с приближенными формулами для определения моментов инерции наиболее характерных фигур. Эту таблицу вы сейчас видите на экране. Мощность потребляемую на совершении каждой операции определяют путем отнесения соответствующего значения работы ко времени ее выполнения в соответствии с циклограммой, приведя квалу двигателя по уравнению, которое вы видите на экране и полагая КПД редуктора пока равном единице, а внутренних передач 0,9. Тогда находим N1 при известном А1, Тау1 и Эта1 и расчет вы видите на экране. Расчеты для остальных мощностей сейчас представлены на экране. По полученным данным рассчитывают суммарные мощности NS на отдельных участках цикла и по ним составляют циклограмму мощностей. Суммарная мощность первого участка NS складывается из мощности 1, 2, 4 и 7 и составляет 672 ватта. При этом угол поворота F1 11 градусов. Суммарная мощность отдельных участков представлена на экране. Также на экране представлены углы поворота. Среднеквадратичную мощность цикла определяют исходя из эквивалентной нагрузки допустимого нагрева двигателя за время одного цикла. Расчет представлен на экране. С учетом КПД редуктора 87 сотых N рабочая будет составлять 548 ватт. Учитывая специфику работы теста делительных машин, необходимо принять запас мощности коэффициент запаса от 1,3 до 1,5. С тем, чтобы учесть возрастание нагрузок при попадании теста между трущимися поверхностями деталей. Тогда общая мощность будет равна 822 ватта. По каталогу подбираем ближайший по мощности двигатель. Выбираем двигатель мощностью 1,1 кВт с частотой вращения 1410 оборотов в минуту. При этом МП к МН будет 1,8, а М максимальное к М номинальному равное 2. Для снижения оборотов подбираем по каталогу редуктор с передаточным отношением и равное 34. Частота вращения выходного вала редуктора при прямом подключении электродвигателя составит 41,5. Скорость промежуточного вала, к которому передается вращение от редуктора составляет N2 35,4 оборотов в минуту. Для согласования оборотов необходимо установить в кинематической цепи промежуточную передачу и 1,2 с передаточным отношением 1,18. Ее лучше всего установить между электродвигателем и редуктором в виде клиноременной передачи. Определим максимальные моменты сил, приведенных к валу электродвигателя по формуле, которую вы видите на экране. Момент от средней квадратичной нагрузки с учетом КПД редуктора составит 3,71 Нм. Поскольку система привода имеет большое передаточное отношение 4,87, а на выходном валу низкая скорость вращения, то максимально расчетную нагрузку элементов можно определить по формуле, которую вы видите на экране. Обозначения также представлены на экране. M максимум определяется на основании паспортных данных двигателя. Тогда отношение M максимум к M номинальной будет равно 2. M номинальная определяется по формуле, которую вы видите на экране. Расчет вы также видите на экране. Затем определяем максимальную нагрузку двигателя. Поскольку максимальная перегрузка меньше допустимой, то можно утверждать, что принятый двигатель отвечает требованиям эксплуатации машины при его работе. Не будет динамической перегрузки в момент пуска на любой стадии рабочего процесса. Для тестоделителя это имеет важное значение, поскольку он синхронизируется с периодически действующим маятниковыми и другими укладчиками. И его пуск и остановка происходят систематически после выдачи от 6 до 10 заготовок, то есть после обработки одного цикла укладчика. Далее рассмотрим особенности расчета тестоделительных машин с волковым нагнетателем. На многих тестоделительных машинах при переработке пшеничного теста применяются волковые нагнетатели. Основным недостатком является то, что производительность и рабочее давление, создаваемое в зоне нагнетания, в значительной степени зависят от температуры и свойств теста. Процесс нагнетания хлебопекарного теста изучал Метр в 50-53 годах XX века. Исследование работы тестоделителя ХДВ с волковым нагнетателем было выполнено в 1969 году Осетровым Мочихином Благовещенским. Гортинский опубликовал работу по исследованию волкового нагнетателя на бараночном тесте. Хотя процесс нагнетания теста с помощью волков на первый взгляд представляется простым, однако построение его математической модели и нахождение основных расчетных зависимостей являются достаточно сложными. В настоящее время имеется ряд решений указанных задач, базирующихся на значительном упрощении действительного процесса, но не учитывающих влияние эластичной вязкой и пластичной структуры теста, и воздействие на нее колебаний давления при периодическом отборе мерной камерой определенных объемов теста, то есть при реальных условиях процесса в рабочей камере. В общем случае производительность двухволкового нагнетателя, имеющего волки разного диаметра и вращающихся с разной скоростью, может быть определена по формуле, представленной на экране. А для случая одинаковых диаметров питательных волков, вращающихся с одинаковой, скоростью формула будет несколько иная. Было исследовано влияние углов питания на производительность волкового нагнетателя и установлено, что она увеличивается при увеличении угла питания от 0 до 30 градусов, а при дальнейшем его увеличении на производительность не влияет. Максимальная производительность зафиксирована при угле питания равном углу трения теста поверхность волка. Под углом питания поднимается угол альфа, соответствующий дуге волка АО, заключенный между линией центров волков ОО1 и краем приемной камеры. Однако дальнейшее увеличение угла питания не вызывает отрицательных явлений и является желательным, поскольку способствует увеличению активной зоны захвата теста из приемной воронки и улучшает подачу теста в рабочую зону. Угол нагнетания бета соответствует дуге питательного волка CE, заключенной между линией центров волков ОО1 и кромкой границы камеры сжатия. Зависимость производительности от величины угла нагнетания представлена на графике, который вы сейчас видите на экране. При испытании на бараночном тесте на кривой отмечен максимум при бета 60 градусов, а затем следует снижение производительности в результате завихрений, препятствующих прохождению основного потока теста. Увеличение угла нагнетания более 60 градусов здесь нежелательно. Следует отметить, что указанные исследования были проведены с помощью тестовой камеры питательных волков, взятых от существующей делительно-закаточной машины, что несколько сужало рамки исследований и сферу приложения полученных результатов. Согласно эпюре давлений в зоне действий волкового нагнетателя, представленной на графике, начало возрастания давления в приемной камере соответствует линии максимального угла питания. Поскольку давление теста на волке передается по нормали, то на основании задаваемого рабочего давления и эпюры его изменения по длине рабочей камеры можно определить силы действующей на волки в зонах питания и нагнетания по формулам, которые вы видите на экране. Момент на питательном волке создается под воздействием тангенциальных сил ФП и ФН, возникающих в результате трения теста волок и направленных в сторону противоположную направлению вращения волков. Поскольку нагнетающие волки связаны между собой обычно с зубчатой передачей и вращаются в разные стороны, то их крутящие моменты суммируются. В нашем случае результирующий момент на приводном валу составит и формула для расчета представлена на экране. Мощность в киловаттах потребную на привод нагнетательных волков определим по уравнению представленному на экране. Для расчета вала следует найти результирующую силу П и ее направление путем построения треугольника сил О1ФК и затем определить реакции опор, найти суммарный момент на валу. Для выполнения указанных расчетов необходимо найти рациональные конструктивные размеры волкового питателя, соответствующие проектной производительности на заданных сортах теста. На основании экспериментов, выполненных Осетровым, Мочихиным, Сорокиным, установлено, что для пшеничного хлебного теста из массы муки первого сорта зазор между волками следует принимать от 10 до 15 мм. При диаметре нагнетательных волков 160 мм. При изменении частоты вращения питательных волков производительность растет значительно быстрее давления. На графиках, которые вы видите на экране, представлены экспериментальные данные зависимости между давлением в рабочей камере PR, производительностью нагнетателя P, шириной рабочей щели дельта и частотой вращения питательных валиков N. В качестве примера рассчитаем двухволковый нагнетатель для пшеничного хлебопекарного теста по данным, представленным на экране. Далее на экране вы видите расчет следующих параметров. Производительность нагнетателя P, силы действующие на валки P, P и PN, момент на приводном валу нагнетателя M и мощность на приводном валу с учетом КПД подшипников N1 – это 1,0,94 и передачи – это 2,97. Особенности расчета тестоделительных машин со шнековыми нагнетателями. При расчете следует учитывать ряд особенностей шнекового нагнетателя, который обычно работает непрерывно, а отбор отмеренных тестовых масс осуществляется периодически. В этом случае в рабочей и мерной камерах делителя давление изменяется по синусоиде от максимума в момент отсутствия отбора до минимума в момент наполнения мерной камеры. Давление на винтовую лопасть шнека перед каждой лопастью P' меньше, а за ней P2' больше среднего значения, которое в камере прессования изменяется по закону близкому к линейному. Для упрощения расчетов предположим, что нагнетающий шнек имеет плоскую винтовую поверхность со средним углом подъема винтовой линии альфа средняя. Поскольку осевое перемещение частиц материала по высоте пирашнека будет не одинаковым, то это следует учесть коэффициентам отставания К0. Производительность одношнекового нагнетателя можно рассчитать по известной формуле. Мощность, потребная для привода нагнетателя, определяется по уравнению в ваттах, которое сейчас представлено на экране. Крутящий момент рассчитывается по уравнению представленному на экране. Некоторые исследователи предлагают использовать для расчета мощности нагнетателя следующее уравнение, которое вы сейчас видите на экране, так же как и расшифровку обозначений, входящих в него. Наиболее сложными являются определения максимального давления в камере сжатия и характера его изменения при работе тестоделительной машины. В этом направлении следует проводить как теоретически, так и экспериментальное исследование с натурными образцами нагнетателей. К сложным вопросам нагнетания теста в камерах тестоделителей следует отнести также определение оптимальных параметров шнекового нагнетателя. Диаметр шнековой камеры, ее длину, частоту вращения шнека, величину зазора между шнеком и стенкой шнековой камеры. Однако с развитием информационных технологий и средств компьютерного моделирования данные вопросы можно решить с помощью CFD Computational Fluid Dynamics. С помощью таких программ как OpenFORM или ANSYS или разработкой отечественных программистов FlowVision. Шнековый нагнетатель необходимо проверить на допустимую величину работы А1Y расходуемой на сжатие теста по уравнению, которое демонстрировалось ранее, исходя из которого можно определить и объем рабочей камеры делителя в нулевое, а затем задаваясь диаметром рабочей камеры найти рабочую длину нагнетателя. Значение А1Y следует находить экспериментальным путем для данных видов нагнетателей с учетом вида перерабатываемого теста. В качестве примера рассчитаем шнековый нагнетатель для ржаного теста по данным, которые представлены на экране. Вначале определим средний угол подъема витка шнека, потом вычислим коэффициент отставания теста по уравнению, после чего полученные значения подставим формулу для определения производительности шнека, а определим крутящий момент на валу шнека и приводную мощность с учетом КПД подшипников и привода. В этом видео мы рассмотрели расчет тестоделительных машин. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!